Смотрите, футбол. Сейчас поговорим немножко про еду. Гениальное название гениального человека. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Флутков Кирилл. Я представляю сервис по доставке еды в поезда и домой. Футбол. Сейчас я вам предлагаю мысленно переместиться из самолета бизнес-класса в обычный поезд. Чем пользуются миллионы россиян. Наша миссия. Наш сервис позволяет делать заказ еды прямо в поезд. То есть человек, который находится в поездке, может заказать себе пиццу, суши, что угодно и получить она на ближайшей станции. И наша задача обеспечить клиента качественной, вкусной и недорогой едой. Наши конкуренты. Здесь все очевидно. Это ларьки на вокзалах, бабушки. Тут все понятно. Скудный ассортимент, высокие цены. Ну и как минимум это небезопасно. Вагон-ресторан. Это несоответствие цены и качества. Тоже очевидное всем. Еда с собой. Это то, что выбирает большинство пассажиров из этих трех вариантов. Но не потому, что он самый лучший. А, скажем так, выбирают из трех зол наименьшее. Но самый главный наш конкурент на сегодняшний день это стереотип, сложившийся за десятки лет в головах у россиян о том, что в поездах невкусно, о том, что в поездах дорого и о том, что надо брать с собой. Мы предлагаем решение этой проблемы. Это независимый сервис. Он существует в виде сайта и в виде мобильного приложения на платформе iOS и на платформе Android. Помимо очевидных плюсов это соотношение цены, качества, удобства. Есть еще такие моменты, как возможность планирования рациона. То есть можно заранее запланировать поездку на три дня и получать уже там где-то завтрак, где-то обед, где-то ужин. Это будут различные рестораны. То есть огромный. Это возможность позаботиться о своих близких. То есть тот, кто отправляет своих детей куда-то на соревнования. То есть человек, сидя дома, может позаботиться о ком-то, кто сейчас едет в поезде. Это позволяет делать в том числе онлайн-оплата. То есть на перроне онлайн-оплату вам бабушка с беляшами вряд ли предложит. Есть такая проблема, как проблемы с интернетом в дороге. И есть у нас категория граждан, которые не пользуются смартфонами по каким-то одним им известным причинам. То есть и для этого у нас есть круглосуточный контакт-центр, где можно сделать заказ. На этом слайде вы видите наглядно, как выглядит поездка без нашего сервиса и как выглядит поездка с нашим сервисом. Финансовая модель. На чем мы зарабатываем? Здесь все очень просто. У нас партнерские отношения с различными ресторанами. То есть на сегодняшний день это 315 ресторанов в 62 городах России. Мы получаем примерно 50 заказов в день. Средний чек 1000 рублей. Каждый ресторан с каждого заказа, полученного с нашего сервиса, платит нам процент. Очень хорошо продукт распространяется с помощью сарафанного радио. То есть многие наши клиенты узнают от друзей, от знакомых, кто-то посоветовал. Тут же находят нас и делают заказ. Запустились мы чуть больше, чем полтора месяца назад. При запуске у нас было 25 городов и 70 ресторанов. За полтора месяца рост очевиден. 62 города, 315 ресторанов. Эта цифра меняется ежедневно. То есть эта презентация делалась вчера. Могу вас заверить, что на сегодняшний день эта цифра уже поменялась. Наш рынок. Это более 100 миллионов человек. То есть именно столько билетов покупается ежегодно на поезда дальнего следования в России. Наша цель это 10% от рынка. То есть это такая задача максимум. При ее выполнении мы будем зарабатывать 2 миллиарда в год. Перспектива B2B сектора, то есть партнерства для организаций, которые отправляют своих сотрудников в различные командировки. Очевидно, выгода для них. Также страны СНГ, в которых сообщение ЖД особо не отличается от российского. Ну и совершенно логично, доставка и динара. Про конкуренцию мы уже говорили. Вагоны, рестораны, ларьки на вокзалах, бабушки на перронах. То есть наши преимущества здесь очевидны. Не считая, нужно будет особо задерживаться. Наши преимущества для пользователей это качественная, доступная еда там, где мы не привыкли ее видеть. То есть это здорово, когда вы едете в поезде, вам привозят горячую пиццу, приготовленную специально для вас, так как вы заказываете домой. И плюс ко всему это умный сервис. То есть вам не нужно думать, когда приезжает ваш поезд, сколько он стоит. Вы выбираете город, выбираете ресторан, нажимаете заказать, и когда ваш поезд будет на этой станции, вы получите свой заказ. Для партнеров это тоже очень интересно. Для ресторанов и различных заведений. То есть это абсолютно новый, неизведанный для них рынок. И, допустим, небольшим каким-то городам, где не такой большой потенциал развития, мы можем сделать количество продаж такое же, как у ресторана, находящегося в большом мегаполисе. Наша команда состоит из трех ключевых участников. У всех за плечами успешные бизнес-проекты в различных сферах. Но на сегодняшний момент силы всех сосредоточены на этом конкретном проекте. Предложений инвестору как такового у нас нет. Все, что мы хотим получить, это некую обратную связь. Возможно, какие-то предложения партнерские, получить экспертизу, узнать мнение. План развития на 2017 год. До конца 2017 года мы планируем охватить 120 городов, тысячу ресторанов, выйти на рынок СНГ, разработать B2B направление и подготовить англоязычную версию сайта и приложения к чемпионату мира по футболу. Спасибо за внимание. Кому интересно, всегда открыть общение. Спасибо большое. Вы обратили внимание, что они прочитали, сколько людей ездят ежегодно на паровозах, электровозах, поездах РЖД. Представляете, какая армия. Ведь реально никто не додумался, как обычно происходит. Берешь с собой курочку, с яичками, но съел. Потом бабушки на полустанке, и все. А тут, пожалуйста, бах, и вот такая вот история.